Притча о браке царского сына. Видишь ли, какое различие между сыном и рабами представляется как в предыдущей притче, так и в этой о виноградаре? Видишь ли великое сходство и вместе великое различие той и другой притчи? И эта притча показывает долготерпение Божие и великое его попечение, а также и нечесть и неблагодарность иудеев. Предыдущая притча была, что как виноградарям посылал, они одних побили, других убили. Наконец, свое сыно послал, устадятся его, но и они его вывели из виноградника вон и убили. Впрочем, эта притча заключает в себе больше первой. Она предвозвещает отпадение иудеев и призвание язычников. И кроме того, показывает правильный образ жизни и то, какая казнь ожидает беспечных. То есть притча – это иносказание. Господь вот так вот может быть. Не просто там кто-то, а это нужно сегодня. А касается это как-то притча нас или нет? Справедливо ли притча предлагается после предыдущей притчи? Сказав о предыдущей беседе, дано будет народу, приносящему плоды его. Но, 21 глава Матфея, Христос показывает здесь, какому дастся языку, и не только это, но еще и тот, что он имел особенное попечение в иудеях. Там он изображается призывающим прежним распятие своего, а здесь настоятельно привлекающий их к себе и после распятия. И в то время, как надлежало им их наказать тягчайшим образом, он влечет их на брачный пир и удоставит высочайшей чести. И заметь, как там прежде призывает не язычников, а иудеев, так и здесь. Но как там, когда иудеи не хотели принять его, и даже пришедшего к ним убили, он отдал другим виноградник. А так и здесь, когда они не хотели прийти на брачный пир, он позвал других. Да и в народе бывает пословище, святое место пусто не бывает. Отпадает один, другой Господь приводит на это место другого. Может ли, чтобы быть хуже такой непризнательности, быть зваными на брачный пир и не прийти? Ты спросишь, почему Царство Небесное называется браком? Чтобы ты познал попечение Божие, любовь Его к нам, великолепие во всем, познать то, что там ничего нет печального и прискорбного, но все исполнено духовной радостью. Поэтому Иоанн называет его женихом, 3 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому и Павел говорит, потому что я обручил вас единому мужу, 2 Коринфянам 11 глава. И еще, тайна сей велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, Ефесянам 5 глава. Заметь, и здесь великую любовь Господа. Всех, кого найдете, зовите на брачный пир, говорит он. Прежде, как сказал я, апостолы богорестовали иудеям и язычникам, находясь, впрочем, более в иудее. Но так как иудеи не прекращали коварство против апостолов, то послушай, как Павел изъясняет эту притчу, говорит. Вам первым надлежало быть проповеданно Слово Божие, но так как вы отвергаете его, то вот мы обращаемся к язычникам. Деяния апостолов, 13 глава. Поэтому и сам Господь говорит, брачный пир готов, а званные не были готовы. Он без сомнений прежде знал об этом, но чтобы не оставить иудеям никакого предлога к бесстыдному извинению, несмотря на это, пришел к ним первым и послал своих апостолов, чтобы им загородить уста, а нас научить исполнять все, что относится к нам, хотя бы никто не получил от этого никакой пользы. И так говорит он, так как они не были достойны, то есть говорит о том, что мы должны благовествовать, говорить. Не нужно, говорит, получил, кто-то обратился или не обратился, а что я пойду, они могут или не обратиться, не надо. Ты должен исполнить то, что сказал Господь. Идите, говорит, проповедуйте. Проповедовать не только, говорит, словом, но и своей жизнью. Другой в одной беседе он зато устой говорит, что тогда, говорит, более принимает от нас проповедь, когда мы проповеди не только словом, но и делом, чтобы не было соблазна. А то, говорит так же он еще в одной беседе, что, говорит, потому язычники не обращаются ко Христу, что говорят, а христиане они обманщики, говорят эти. Они говорят одно, говорит, а делают совсем другое. По жизни-то это совсем другое делают они. Говорят, что мы здесь временно живем, а там мы вечно будем, там наша отчизна, там наш дом. А здесь, говорит, строят такие, говорит, замки, там на тысячелетия, чтобы крепкие, такие дворцы строят. А зачем здесь строят дворцы, если здесь временно живем? Палатки хватит? Пожив в палатке бы, да и все? Нет, говорит. То есть это, ну и в других жизни, не только, что там дома строят, а и по жизни-то. Говорят, что более делами мы можем приобретать, больше делами даже, чем словом. А то словом говорим, а другое это, делаем совсем обратно. И так, говорит он, так как они не были достойны, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир, даже низких и презренных. Но как он часто говорил, что блудницы и мытари наследуют небо, и первые будут последними, а последние первыми, то теперь показывает, что все это делается справедливо, видеть, как извищники на их место вводятся в царство, особенно сильно оскорбляло иудеев, и смущало их гораздо более, нежели разорение их города. Потом, чтобы первые не полагались на одну веру, он рассуждает с ними о суде и наказании за худые дела, старается не верующих привести к вере, а верующих наставляет в правилах жизни. Под одеждой, разумеется, дела жизни. Но ведь призвание – дело благодати. Почему же он о нем так обстоятельно рассуждает? Потому что, хотя призвание и очищение есть дело благодати, но тот, чтобы призванный и обреченный в чистую одежду постоянно ее сохранял, такой, зависит от старания призвания. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати. Поэтому должно соответствовать благодати послушанием, и получив честь, не показывать такого нечестия. Войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано, он же молчал. А что ответить? Все было сказано. И мы, говорит, не только можем читать Евангелие, Библию, и Библия, говорит, написана у нас, вокруг Господь написал. Все, творение все Божие. Смотри, говорит, на небо, на землю, на цветы, на все творения. Ты из этого можешь познать, говорит, о Творце. Не видишь ли, как при всей ясности дела Господь не прежде показывает, как тогда уже, когда согрешивший сам осудил себя. Не имея чем защитить себя, он осудил самого себя. И таким образом подвергает себя чрезвычайному наказанию. Слыша о мраке, не подумаешь, что он тем только и наказывается, что посылается в темное место. Нет. Здесь еще будет плач и скрежет зубов. А эти слова указывают на нестерпимые муки. Обратите внимание на это все вы, которые, приняв участие в таинствах, и будете призваны на брак, обрекаете души нечистыми делами. Послушайте, откуда вы призваны с распутья, что вы были хромые и слепые по душе, что гораздо хуже слепоты телесной. Почтите человеколюбие призвавшего, и пусть никто, да не остается нечистой одежды, но каждый из нас пусть позаботится об одеянии души своей. Послушайте, жены, послушайте, мужья. Нам нужна не эта златотканная одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Но нам трудно обречься в эту одежду, пока мы будем носить первую. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и служить, как должно Христу. Итак, оставим мы эту худую привычку, которая господствует над нами. Ты, конечно, не снес бы великодушно, если бы кто украсил дом золотыми занавесами, а тело заставилось сидеть в рубище почти нагим. Но вот ты теперь сам это делаешь с собой, украшая жилище души своей, то есть тело, бесчисленными дорогими одеждами, а душу оставляя в рубище. Неужели ты не знаешь, что царю надо на боли украшаться, нежели городу? Поэтому-то для города приготовляет одежду изо льна, а для царя – порфиру и диадему. Так и ты должен прикрывать тело. Наиболее дешевые одежды, а ум одевать в порфиру, украшать венцом и сажать на высоком и блистательном троне. Аминь. Аминь.